Уважаемый товарищ президент, с учетом поставленных вами задач по укреплению кадрового потенциала центрального аппарата Министерства иностранных дел и загранучреждений, на ваше рассмотрение вносятся предложения про тации троих заместителей министра, а также ряда послов, значимых с точки зрения продвижения наших интересов в странах. Все кандидатуры подготовлены, тщательно проверены, являются опытными профессионалами как на дипломатической дни, так и в хозяйственной деятельности. Решите представить персонально каждого кандидата. Олейник Сергей Федорович представляется на вакантную должность первого заместителя министра иностранных дел. С июля 2020 года работает заместителем министра иностранных дел. Амбразевич Юрий Георгиевич представляется на должность заместителя министра иностранных дел. С 2015 года работает постоянным представителем Республики Беларусь при отделении организации ООН и других международных организаций в Женеме. Назарук Игорь Васильевич представляется на должность заместителя министра иностранных дел. С сентября 2020 года работает директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии. Улахович Владимир Евгеньевич представляется на должность чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Бенгрии по совместительству Босни и Герцоговения и Республики Хорватия. С 2016 года работает председателем Белорусской торгово-промышленной палаты. Лис Анатолий Васильевич представляется на должность чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Грузии. С 2014 по январь 2021 работал председателем Брестского областного исполнительного комитета. Боровиков Владимир Борисович представляется на должность чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам. С октября 2018 работает начальником главного кадрового управления Министерства иностранных дел. Бельская Лариса Леонидовна представляется на должность постоянного представителя Республики Беларусь при отделении организаций ООН и других международных организаций в Жене. С февраля 21-го работает начальником отдела внешнеполитического анализа и главного информационно-аналитического управления МИДа. Доклад закончен. Скажем так, что данное мероприятие несколько знаковый характер носит, но тем не менее я не хочу, чтобы вы его именно таким рассматривали. Я не стану тут распинаться и рассказывать, какие глобальные задачи нам предстоит решать. Скажу только одно, что Министерство иностранных дел в стране серьезно задолжало, если без конкретики, вы прекрасно понимаете. Поэтому поставлена задача, чтобы мы, не дай бог, больше не спотыкались на эти вещи. Владимир Владимирович, мы меняем фактически весь состав заместителей. Кто за что отвечает? Значит, Ленин Сергеевич, с учетом его многолетней работы в системе дипломатической службы, предлагается должность первого заместителя министра иностранных дел. Он будет отвечать за Европу, Западную Европу, Америку и, второе, за страны дальней дуги. Он раньше занимался этими вопросами. У него получается, мы считаем, что он справится с этими направлениями. Сейчас это очень важно. И западные направления, и страны дальней дуги. Плюс он будет курировать службу госпротокола. Раньше возглавлял эту службу. И тоже там надо придать новое дыхание. Юрий Георгиевич Амбразевич будет курировать все вопросы, связанные с деятельностью наших заграничных учреждений при международных организациях. В принципе, с учетом того, что у нас наблюдается определенная пассивность со стороны наших западных партнеров на двустороннем треке, то важна очень работа в системе международных организаций. Игорь Васильевич Назарук, он, с учетом его опыта, работал раньше в таможне, был послом в Армении, сейчас в Евразийской экономической комиссии. Он будет курировать всю интеграционную проблематику СНГ, союзного государства, Евразийский экономический союз, плюс всю внешнюю экономическую деятельность. Считаем, что с учетом накопленного им опыта, он справится с этим направлением. С учетом ваших поручений об оптимизации деятельности центрального аппарата и заграничных учреждений, считаю, что такое распределение полномочий, сил и средств является оптимальным. Это должно придать новый импульс в работе именно руководства Министерства СНГ.